Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я буду говорить на тему «Помести себя в добрую почву». «Помести себя в добрую почву». Посмотри на эту картинку. Ты видишь? Ты видишь, что там происходит? Что семя, которое было посеяно в добрую почву, оно начинает расти больше, 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 и оно приносит плод. Поэтому мы будем говорить сегодня о доброй почве. Что же такое добрая почва, и как себя поместить в эту добрую почву. Ну, я не буду сейчас говорить про трудности этого года. Это с каждого утюга уже это внесется, уже как-то все это уже думаешь. Ну, давайте говорить о хорошем. Давайте говорить о Божьем. Аминь. Давайте говорить о вере. Давайте говорить о Божьих обетованиях. Потому что люди слушают, и все плохо, и следующий год будет еще хуже. И это не та почва, куда мы должны себя помещать. Понимаете? Вот, знаете, мне иногда жалко дикторов. Вот они столько негатива всегда говорят, они столько все через себя пропускают, и вот там они в этом постоянно, особенно если там они круглосуточные новости. Представляете, вот люди, в чем они находятся? Как им тогда выжить, когда они все это из себя выжимают? Вот, поэтому хочется говорить о Боге. Знаете, написано в Псалом 45, 2. Бог нам прибежище и сила. Бог нам прибежище и сила, друзья. Скорый помощник в бедах. Знаете, Бог – это не та скорая помощь, как многие вызывают скорую помощь, они через несколько дней приезжают. Но Бог – Он что? Он приходит, Он не медлит. Аминь. Он – наше прибежище, и Он – наша сила, поэтому не убоимся. Не убоимся, друзья. Чего нам бояться на самом деле? Господь говорит, если Бог за тебя, чего тебе бояться? Поэтому мы помещаем себя в атмосферу веры. Мы помещаем себя в Слово Божье. Это и есть добрая почва. Аллилуйя! Не вижу энтузиазма на лицах некоторых людей. Но, знаешь, это истина. Все, о чем мы говорим, все, что говорит Слово Божье, а мы говорим Слово Божье, это истина. Истина. И истина тебя делает свободными. Знаешь, новости тебя не делают свободными. Они тебя нагружают. Там еще кто-то чего-то там говорит тебе. Что-то нагоняет всегда какой-то жутью, какого-то страху. Но, знаешь, Бог говорит, я вам не дал духа страха. Аллилуйя! Поэтому тебе нужно понимать, что тебе дал Господь. И то, что Он тебе дал, это принадлежит тебе. И поэтому ты себя помещаешь во что? В то, что дал тебе Господь. То, что дает тебе мир. Если ты себя будешь погружать в то, что дает тебе мир, у тебя будет печальная жизнь. Но когда ты помещаешь в себе то, что дает тебе Бог, ты будешь здравствовать и преуспевать. Скажи здравствовать и преуспевать во всем. И поэтому Бог нам прибежащая сила, скорый, помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы сдвинулись, сердце морей. Представляешь, как видимо все может происходить. Все трясется, все колышется, экономика, политика, там то, все, все, все. Людей трясет. Но Слово Божие говорит, чтобы ты не боялся, чтобы ты не боялся, хотя все будет трястись, Он говорит вокруг тебя. Все будет трястись. Ты заметил, что здесь написано, что будет трястись? И горы, и земля, и все, и все это, как бы всех пугает, но Бог говорит, ты не будешь бояться. Почему? Потому что Бог твое прибежище или убежище, ты находишься в Боге. Это лучшая почва. Это то место, где ты должен жить. Жить в Боге. Аминь. Жить в Его Слове, жить в Его присутствии. И тогда ты не будешь бояться. Да, люди боятся многих вещей, потому что они зависят от внешнего мира. Они зависят от всего видимого. И поэтому, конечно, это страшно, когда что-то трясется, что-то происходит, что-то не так, как тебе хотелось бы. И поэтому у людей страх. Но Бог нам говорит, что мы живем невидимым, а невидимым. Аллилуйя! Невидимым. И это наша, так сказать, привилегия, и честь видеть невидимое. Называть несуществующие, как существующие, тогда ты не будешь бояться. Тебя не будет трясти. Бог посреди Его, Он не поколеблется. Бог поможет Ему с раннего утра. Поэтому, если ты здесь, в церкви, с раннего утра, тогда Бог тебе будет помогать. Если ты молишься с раннего утра, Бог говорит, я вижу, я вижу, что ты действительно приходишь ко мне, как к источнику. Что ты доверяешь мне, что ты веришь, и ты знаешь, откуда придет помощь, откуда придет сила, откуда придет поддержка. Богу это нравится, как вы думаете? Богу это очень и очень нравится. Почему? Потому что вера, она нравится Богу. Она ему просто нравится. Он просто любит там, где есть вера, потому что он там может действовать. Знаете, Лев Толстой сказал такие слова, «Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя». С чего все начинается, друзья? Да, все начинается с нас. Все начинается с нас. Мы не можем сразу изменить весь мир. Что тогда делать, ничего не изменится? Нет, Бог говорит, ты можешь изменить себя, по крайней мере. Ты можешь изменить свой мир, ты можешь изменить свои мышления, ты можешь изменить во имя Иисуса. Ты должен изменить во имя Иисуса. Аллилуйя! Потому что если не изменишься, ты ничего не изменится. Но ты можешь измениться. Поэтому Бог дал нам Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы мы изменились. Мы были во тьме, мы стали во свете, мы были грешники, мы стали праведными. Аминь. Иисус нам дал Духа Святого, друзья. Бог нам всегда что-то дает, всегда что-то дает, всегда что-то дает. Он мне Бог ничего не дал. Ты действительно знаешь, с каким Богом ты имеешь дело? С кем ты вообще имеешь дело? Наш Бог, Бог Библии, Он дает. Он дал Иисуса, дал Своего Сына. Иисус дал нам Святого Духа. Святой Дух нам дает всегда помощь. Он дает нам советы, Он дает нам откровения. Аллилуйя! Наш Бог всегда что-то дает. Потому что Он дающий Бог. Слава Богу! И Бог ожидает, чтобы мы тоже давали то, что нам дает Бог. Чтобы мы отпускали свой хлеб по водам. Чтобы мы делились своей верой. Аминь. Чтобы мы делились Божьим. Потому что то, что говорит этот мир, то, что советует этот мир. Писание говорит, что мир, да, он лежит во зле. Что нам посоветует? Тьма покроет народы. Что они нам посоветуют? Но над тобой, написано церковь, над тобой, будет сияние. Будет свет. Аллилуйя! Потому что если мы ходим во свете, мы можем давать свет. Тьма не может давать света. Сколько бы она ни пыжилась, там нет просто по определению света. Но если мы ходим во свете, мы даем свет. И это наша почва, где мы должны пребывать. Мы должны пребывать во свете. Аллилуйя! Тогда ты будешь расти. Ты будешь развиваться. Ты будешь плодоносным. Почему? Потому что там, где есть свет, там все растет. Знаете, есть такое слово фотосинтез, да? Фотосинтез. Ботанику проходили давно, конечно. Но тем не менее, мы еще что-то помним. Мы помним, что там, где есть свет, там растут растения. А там, где нет света, они не растут. Поэтому Бог сказал, что вы дети света. Мы не дети ночи. Мы ходим во свете. И когда мы во свете, мы видим свет. Аллилуйя! Если ты живешь во тьме, ты свет не можешь этот видеть. Потому что ты погружен во тьму. И тьма, она окружает тебя. И ты во тьме. И ты думаешь, как тьма. И все темное выходит. Но, знаете, Бог сказал, да будет свет. И Он отделил тьму от света. И сказал, что свет – это хорошо. Свет – это хорошо. Или это плохо? Это прекрасно. Прекрасно. Слава Богу, что это прекрасно. Поэтому Бог, Он говорит, где ты находишься? Где ты живешь? В чем ты живешь? В какой атмосфере ты живешь? Знаете, что слово «атмосфера» такое, да? «Атмосфера» – это такое обозначение, которое обозначает, что Землю окружает определенная атмосфера, газообразная атмосфера, которая защищает Землю. Если эту атмосферу убрать, Земля погибнет. Понимаете? И поэтому Бог говорит, а в какой атмосфере живешь ты? Ты живешь в атмосфере веры? Ты живешь в атмосфере надежды, в атмосфере любви? Или, наоборот, в атмосфере страха, разочарования и так далее, и так далее? Это говорит о том, что у тебя нет тогда этой атмосферы, и ты не можешь жить в такой атмосфере. Поэтому Бог дал атмосферу Земли, и мы живем. Слава Богу! И Бог говорит, такая же атмосфера может быть в твоей жизни, в твоем уме, в твоем сердце, и в твоей семье, в твоем доме. Аллилуйя! Это атмосфера, это почва. Можно по-разному называть, но это то, что окружает нас, и то, в чем мы живем, куда мы себя помещаем, где мы находимся. Слава Богу! И поэтому Бог говорит, наша атмосфера, это атмосфера веры, атмосфера надежды, атмосфера любви, если ты живешь в этой атмосфере, ты находишься в этом окружении, это исходит потом из тебя. Потому что вера никогда не может прийти оттуда, где неверие. Надежда никогда не может прийти там, где безнадежность. Правда? Любовь не может прийти оттуда, где ненависть. И поэтому Бог говорит, я поместил тебя как семя. Как семя. Где живет семя? Семя, чтобы раскрылась, семя не нужна почва. И поэтому ты делаешь выбор, а в какой почве я буду жить в этом году? В какой атмосфере я буду жить в этом году? В той атмосфере, в которой живет весь мир? Или в той атмосфере, которую тебе дает Господь? Аллилуйя! Смотрите, мы сейчас, конечно, прочитаем эту известную притчу, потому что мы будем от нее отталкиваться. Это Марка 4 глава. Марка 4 глава. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, скоро зашло, потому что земля была не глубока, когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, тернии выросло, и заглушилось семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую почву, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное в 30, иное в 60, иное в 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да, да слышит. А кто имеет уши слышать? Что имел в виду Иисус? Я думаю, что это зависело от желания людей, хотят ли они слышать. Если ты пришел с желанием слышать, ты услышишь. Если у тебя другие желания, другие мысли, ты не услышишь. Но смотрите, что здесь написано. Вы все знаете, вы все знаете эту притчу, она всем известна, но тем не менее, вы посмотрите, что только одна почва была способна сделать семя плодоносным. Видите, дело-то было не в семени, дело-то даже не в тебе, потому что ты есть семя. Аминь. А дело в том, где это семя живет. Дело в том, где это семя находится, потому что семя, семя, в каждом семени заложен потенциал. И этот потенциал может раскрыться только где? Только в доброй почве, понимаете? Только в доброй почве. И поэтому иногда ты не понимаешь, почему Иисус сказал, если вы не поймете эту притчу, вы вообще ничего не поймете. Дальше Он еще раз объяснял ученикам, немножко расширенная такая трактовка была этой притчи. Но то, о чем говорил Иисус, Он говорил, чтобы вы поняли, где и в чем вы находитесь, куда вы помещаете себя каждый день. Каждый день. Потому что семя, видите, оно было одинаково. Оно было одинаково, но оно не могло вырасти по причине того, что там была неправильная атмосфера, неправильное окружение или неправильная почва. При дороге, Он говорит, ничего не получится. Это люди поверхностные. Там ничего не происходит. Второе, оно каменистое. Там не было земли, не было корня, оно засохло. Упало в тернии. Все заглушило, и семя не выросло, и не дало плода. Знаете, я думаю, что это мудро в конце года или в начале года посмотреть и подумать, почему у тебя что-то получалось, а что-то не получалось. Какие цели ты достиг, а какие ты не достиг? Может быть, кто-то говорит, я вообще никакие цели никогда не ставлю. Я вообще никогда об этом не размышляю. Но ты знаешь, если мы не размышляем о своих проблемах и о своих ошибках, то мы никогда их не исправим. Можно делать одно и то же, одно и то же, и ничего не получается. По какой причине? Часто по причине того, что ты делаешь одни и те же ошибки. Одни и те же ошибки, одни и те же проблемы. Одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Да, иногда я вижу, работаешь с людьми, говоришь им, говоришь им одно и то же, одно и то же, как бы из года в год, из года в год, и нет перемен. Почему нет перемен? Почему нет перемен? Вот как вы думаете? Потому что люди не хотят меняться. Потому что они не работают над ошибками. Правда? Ты понимаешь, что никогда не придет исправление, если ты не исправишь. Если ты вот какое-то слово говоришь безграмотно, например, да, и постоянно его говоришь безграмотно, и тебе говорят, ты говоришь неправильно, это неправильно так говорить, вот надо так говорить. А ты говоришь, ну мне все равно, я вот так говорил и так буду говорить. И что происходит? Ничего не меняется. Ты слышишь, но ты не слушаешь. Или ты слушаешь, но ты не слышишь. Ты не исправляешься. И потом, когда ты не исправляешься, у тебя приходит разочарование, потому что ты говоришь, ну как вот так, ну вот каждый год вот одно и то же, я вот слышу там одно и то же, одно и то же. Действительно оно будет одно и то же. Знаешь, Библия, она всегда говорит об одном и том же. Она хотя такая вроде бы толстая книга, такая там много там мне еще книг вложено, но суть там всегда одинаковая. Суть одинаковая. И поэтому Иисус говорит, если ты хочешь перемен, посмотри, во что ты помещаешь себя. Какое у тебя окружение, да, какое у тебя мышление, какая у тебя атмосфера, где ты находишься. Потому что Бог говорит, я тебе дал все, ты как семя. В семени есть все. Если это семя яблони, там обязательно будут яблоки. И в семени яблоки мы знаем, что может целый сад вырасти. Это потенциал, о чем говорит Господь, и в 30, и в 60, и во 100 крат, и даже больше может быть. Но почему? Какие-то люди плодоносные, какие-то успешные, у них есть результаты, а у каких-то ничего не получается. Я думаю, проблема в том, что мы не хотим исправлять вещи, о которых мы знаем. То мы делаем то же самое, то же самое. Поэтому не приходят перемены. Перемены приходят туда, где есть изменения. Туда, где есть работа над своими ошибками. Аминь. Надо признавать свои ошибки. Аминь. Надо работать над своими ошибками. Иначе, ты помнишь, как ты учился в школе, например, да? Тебе брали твою тетрадку, учитель, я не знаю, как сейчас, но раньше учитель брал тетрадку, и красная паста там тебе, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И там написано, работай над ошибками. И если ты посмотрел, разозлился на учитель, и говоришь, о, какой плохой учитель, он мне опять все поисправлял, и ты ничего не сделал, у тебя ничего не изменится. Но если ты взял, и ты говоришь, да, я сейчас поработаю над ошибками, я вникну, почему у меня опять то же самое, то же самое. Понимаешь, я говорю о тех вещах, которые у нас повторяются из года в год. Из года в год, из года в год. И потом люди даже говорят, ну ты же верующий, почему у тебя там нет перемен? Вы знаете, перемены всегда будут, когда мы будем работать над переменами. Они обязательно придут, потому что это вопрос сеней жатвы. Бог говорит, что ты не должен говорить, что Господь почему, говорит, не говори так на Бога. Бог поругаем не бывает. Аллилуйя! Бог дает все доброе. Бог вложил в тебя и таланты, и дары, и призвания, и потенциал. Это ты, это семя. Аминь. Но это семя должно быть в доброй почве. Поэтому очень внимательно читая эту притчу, Иисус обратил внимание и сказал, если вы не разумеете этой притчи, вы ничего не поймете. И потом он снова позвал учеников, да, вы знаете, и он стал им снова рассказывать. Давайте мы еще раз посмотрим, да, что рассказывает Иисус. Итак, и говорил, и говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам разумеет все притчи? То есть это ключевая притча, друзья. Мы должны обратить внимание. Здесь много притч, о которых говорил Иисус. Но он говорит, это самое главное. Это самое главное. Понимаете? Или не понимаю? Я не понимаю, но не понимаю. Понимаете? Нет. Понимаю, понимаю, понимаю. Я понимаю, дальше. Посеянное при дороге означает тех. Вы видите, тех. Это кто? Это люди. Понимаешь? То есть семя – это люди. Да, это Слово Божие, может быть, оно и так трактуется. Но он говорит, означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. При дороге, да, это поверхностные люди. Это поверхностные люди, которые даже не хотят нисколько углубиться. Они никаких усилий не предпринимают, чтобы углубиться в откровения, в Слово, в Бога. Что было, что не было. Только было и уже нету, да? Все, исчезло. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корни, не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение, за Слово тотчас соблазняются. Что здесь говорится? Непостоянные люди, непостоянные. И сколько они не слышат о постоянстве, о постоянстве. Но Бог говорит, это закон. Это закон. Если есть постоянство, будет развитие. Потому что постоянство здесь связано с чем? С корнем. Есть постоянство, значит, есть возможность расти. А есть возможность расти, это есть возможность изменяться. Аллилуйя. Потому что если у тебя нет постоянства, сегодня хочу, завтра не хочу. Бог говорит, а я работаю над твоим характером. У тебя есть, у тебя есть способность, у тебя есть талант, у тебя есть потенциал. Но что толку, если ты непостоянен? У тебя нету корня. Сейчас, ничего не получится. Но когда ты в доброй почве, ты понимаешь, когда ты в доброй почве, Бог говорит, что ты начинаешь быть другим. Начинаешь быть другим. И тогда у тебя идет рост. Слава Богу, у тебя идет рост. И даже когда приходит давление, написано, и скорбь, и гонение, ты остаешься верным. Ты остаешься постоянным. Ты остаешься посвященным. Аллилуйя. И дальше мы идем. А посеянное в терне означает слышащих слово, но в которых заботы в векость его, обольчение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Видите, есть вот эти вещи, о которых Иисус говорит, что они неизменны. Они неизменны. То, что влияет на нас, это неизменно. И Он говорит, если тебя заботит больше что-то, чем Бог, у тебя много забот, у тебя много хлопот, у тебя много оправданий, ты всегда чем-то занят, чем-то там занимаешься, и все, все как бы... А что говорит в результате? А в результате слово заглушается. Понимаешь? Вера заглушается, и нету плодов. Нету плодов. Ты можешь бегать, ты можешь чем-то заниматься, но у тебя не будет духовных плодов. И когда у тебя нет духовных плодов, получается, что у тебя ничего и нет на самом-то деле. Аминь. Потому что Писание говорит, по плодам их узнают. Как тебя узнают, ничего нету. Ничего нету. Где оно? Нету. Ты пробегал, ты прозанимался, ты там чего-то искал, ты зачем-то гонялся. И ничего нет. Ничего нету. Это печально. Когда у тебя ничего нету, правда? Но написано, посеянная на доброй земле, означая, те, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Приносят плод. Знаете, Бог всегда заинтересован в плоде, в плодоносности. Мы знаем, что в Ветхом Завете, да, бесплодие, это было проклятие. Это было проклятие. Поэтому они так переживали, когда не было детей. Они так переживали, потому что тогда все говорили, о, они, наверное, под проклятием. Они прокляты, у них нету ничего. У них нету плодов, у них нету развития, у них ничего нету. Они прокляты. Но Иисус взял на себя наши проклятия, друзья. Он сказал, что я забрал проклятие, чтобы вы были благословенны. Итак, Бог создал для нас добрую почву. Бог создал, Он приготовил. Ну, тогда тебе нужно культивировать и жить в этой доброй почве. Поместить себя в эту добрую почву. Поэтому это окружение, что влияет? Да что такое почва? Окружение, атмосфера. Это что окружает тебя? Или кто окружает тебя? Кого ты слушаешь? Кого ты уважаешь? Кого ты любишь? Кто тебе нравится? Для кого ты открыт? Понимаешь? Тот на тебя имеет влияние. А кто влияет на тебя? Писание нам говорит, что худые сообщества развращают даже добрые нравы. Даже добрые нравы. Они начинаются быть недобрыми, потому что они открыты для недоброго. И, знаете, мы в мире всегда говорим, скажи мне, кто твой друг, да? И я скажу, кто ты. Другими словами, можно сказать, а что ты любишь? Твой друг, это не обязательно человек. Это, конечно, может быть и человек, но это то, что тебе нравится. То, с чем тебе нравится проводить время. То, что ты любишь. И Бог никогда не против, что то, что ты любишь, это тоже любит Бог. Поэтому мы учимся любить то, что любит Бог. Мы поэтому познаем Бога, чтобы знать, какие вкусы у Бога, какие предпочтения у Бога. Аминь. И если мы не узнаем и не полюбим, мы будем всегда мучиться в присутствии Бога, в Слове Божьем и так далее, и так далее. Потому что тогда мир, написано, не любите мира, да? Потому что там нет любви отчей. Мир – это греховное, понимаете? Это греховное. Это то, что принес дьявол, да? Это то, что извратило человека, искалечило, изуродовало. И то, ради чего Иисус и пришел, то спасти этот мир. И поэтому мы должны понимать, а кто влияет на меня? Какие люди, какие книги, какие фильмы, какая музыка? Вообще, что на меня влияет? Знаешь, ты можешь быть доброй даже почвой, все хорошо, ты очистился, Бог тебя освободил. Но знаешь, если в добрую почву лить какую-нибудь отраву, какую-нибудь гадость, это испортит почву. Это сожжет, там, окисление, осоление, там. Ну, люди, которые, знаете, занимаются земледелием, там, садоводчеством, они изучают какая-то почва. Почему? Потому что, если это плохая почва, она не сможет принести плодов. Хорошие семена, это от Бога, это мы получили от Бога самое хорошее, самое лучшее. Но Бог говорит, а за почву отвечаете вы. Вы отвечаете, кто на вас влияет, с кем вы проводите время, кого вы слушаете, кто для вас авторитет. И если для нас Слово Божие не станет авторитетом, друзья, как говорил Павел, мы будем несчастны всех людей. Потому что мы знаем истину, но мы не любим истину, мы не живем по истине. Мы знаем о вере, но мы не живем по вере, мы живем своими силами. Это делает нас еще более несчастными, чем грешников. Потому что грешники хоть не знают об этом, а мы-то знаем. И поэтому Бог говорит о доброй почве. Он говорит, если ты поймешь, если ты поймешь, как важно твое окружение, как важно то, кто на тебя влияет, кто твои друзья, да, кто твои друзья. Спроси себя, кто был моими друзьями вот в прошлом году. Это то, что я люблю. На что мне не жалко потратить свои деньги, на что мне не жалко потратить свое время. Знаешь, по этому поводу никто не возмещается. Пастор, я вообще пришел возмутиться. Я потратил все деньги на себя, знаете, я их проел там, прогулял, я там накупил все того-того, а Богу ничего не оставил. Я возмущен этим. Да сколько такое может быть? Я ни разу не слышал таких возмущенных. Они возмущаются, о, там десятина в церкви, там то, там молитва, там вот это, там служение, там вот чем люди возмущаются. Это о чем говорит? Они не полюбили того, что любит Бог. И они несчастные, потому что они несчастные, они мучаются, и когда они не дали десятину, не пришли на собрание, они счастливы. О, слава Богу, сегодня я не пошел никуда. Я сижу дома, я ем свой там салат, я еще что-то там делал. И понимаете, о чем говорит Господь? Ты не в той почве живешь. Ты не в той атмосфере находишься. И у тебя не будет тогда Божьих результатов. Ты не исполнишь Божьей воле, Божьей призвание, и ты будешь несчастным, потому что, когда ты поймешь, Бог тебе покажет, я думаю, всем покажет нам, где мы должны были бы быть, и что мы должны были бы делать, а мы этого не сделали. А мы этого не совершили. Почему? Потому что мы Бога променяли на что-то другое. Нам что-то другое больше нравилось. Мы так и не полюбили Его всем сердцем, всей душой, всеми силами. И поэтому, когда что-то с нами происходило духовное, нас все равно влекло туда. Вот. И поэтому, знаете, апостол Павел, он говорит очень такие важные вещи, что все мне позволительно, но не все полезно. Не все полезно. Не все полезно. Все мне позволительно, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною. Знаете, Бог, Он не такой, а у тебя вообще ничего нельзя, ты на сухом пайке будешь жить все время. Но, знаете, люди, которые, они хотят поправить свое здоровье, и они понимают, что для них вредно, они не едят какие-то вредные вещи, они не делают какие-то вредные вещи, их здоровье улучшается. Аллилуйя. И Бог точно говорит о нашем духовном здоровье. Он говорит, да, у нас есть определенная духовная диета. Я вот этого не делаю, вот этого не делаю, я так не поступаю, я так не говорю. Аллилуйя. И когда я это не делаю, я тогда духовно здоровый. Аминь. И если мы в нем пребываем, это пребывает в нас. Бог говорит, я с тобой ничего не закончил, у тебя только все начинается. Только все начинается. Ты должен понять, что каждый год это Бог нового начала. В правильной почве ты правильно растешь. В правильной атмосфере нужно именно сделаешь получение, и она потом как-то делается. Поехали. с тобой так же роста застрах-ся. Для меня расскажет мне нужно еще. Я пошел делать и можете arten-魚. Поэтому я не хочу заруб bright, оставляю меня. Продолжение следует...